В рамках этого же лесоклиматического проекта в Казахстане восстановят около полутора тысяч гектаров деградированных земель. Его реализация позволит сохранить местное биоразнообразие, сократить выбросы и получить больше одного миллиона углеродных кредитов. Соглашение об их покупке сегодня подписали в Национальной палате предпринимателей Атамикен. Таким образом, деградированные земли будут переустроены в лесную экосистему. Безусловно, это даст инвестиции в первую очередь в экологию. Почему? Потому что такой лес растет не на тех почвах, где выгодно сажать, например, плодоовощные или какие-то культуры. То есть там, где низкий бонитет. То есть там, на самом деле, там, где практически ничего не растет. И вот это вот очень важно. Второе. Нас поддержал Байтирек с точки зрения того, что это как лесной кластер. И мы считаем, что именно кластерный подход, когда ты сажаешь лес, то там вырастает целая отрасль. Наверное, лет 10, а то и 15, 20 тому назад мы и не мечтали о том, что когда-то мы начнем создавать искусственные леса, и может быть в больших масштабах, благодаря компаниям, которые имеют интерес в этих лесах. Свой интерес, вот можно так сказать. Интерес – это углеродные единицы, которые определяются поглощением тех или иных пород. На сегодняшний день мы как раз разрабатываем методику расчета по поглощению каждым видом деревьев. Оно есть в других странах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова